Всем привет! Бесезда опубликовала календарь событий на текущий год. Давайте рассмотрим поподробнее, какие изменения нас ожидают. А тут действительно есть на что посмотреть. Информация взята с официального сайта беседки, ссылка в описании под видео. Начнем с ближайших изменений, которые мы увидим летом. Точной даты выхода обновы нет. Нас ждет новое событие и переодевания союзников. Более подробный видос на эту тему посмотрите по подсказке в углу экрана и в описании. В игру вернется событие Фастнахт. На нем можно выбить большое количество различных масок. А также событие Мясная неделя, где можно будет дополнительно подзаработать легендарных сертификатов. Плюс новое событие с Виндига Колоссом. Одно из самых интересных новшеств лета. Легендарные перки. Наконец-то! Ура, товарищи! Что это значит? За каждые 50 уровней мы будем получать элитный перк. Игра будет учитывать уже имеющийся у вас уровень. До лета есть время, качайтесь по максимуму. Какие именно перки будут даваться, пока сказать сложно. На скрине, который предоставила беседка, написано, минус 15% от дальней атаки, если вы в тяжелой броне. И это на первой звезде. Примерно так. Сама картинка плохого качества. В любом случае понятно, что какие-то карты будут апать нашу защиту, другие увеличат дамаг и все в таком духе. Но и главное обновление лета, в игре появится система сезонов. Вместе с ней кардинально изменится сама система испытаний. И мы сможем зарабатывать множество новых наград. Как это будет выглядеть? Первый сезон будет оформлен в стиле настольной игры. Да-да, именно первый, поскольку беседка обещает 4 разных сезона в год, каждый длительностью около 10 недель. Ну и соответственно несколько недель перерыва между ними. Но вернемся к первому сезону. Саму настольную игру видите на экране. Для нее будет сделана отдельная вкладка в меню игры. Мы начнем на первой клетке игрового поля. То есть на первом уровне. Всего же будет 100 уровней. Участвуйте в игровых событиях, чтобы зарабатывать новые очки скоро и повышать свой уровень. С каждым новым уровнем мы будем получать уникальные награды. Например, костюмы, предметы для кэмп, облики оружия, окраски для силовой брони, расходные предметы, наборы карт способностей, атомы и даже игровую валюту, сертификаты, крышки и золотые слитки. На картинке хорошо видно, какие награды нас будут ожидать на каждом уровне. Атомы, оружие, на скрине мы видим умывальник, какие-то непонятные значки. Но мы быстро разберемся, когда выйдет самообнова. Беседка обещает уникальные награды на 25, 50 и 76 уровнях. Среди наград, которые вы сможете заработать во время первого сезона будут облик силовой брони Капитан Космос, новый облик для силовой брони Секретная Служба, облик для Гатлинга и даже уютный камин для вашего Кэмп, который на самом деле представляет собой замаскированную потайную дверь. Делать мы будем абсолютно все то же самое, что делаем сейчас. Качаем уровень, проходим события, делаем ежедневки. Только с этой новой системой будет больше интереса заниматься этими обыденными делами. Так как награды для игроков будут очень достойные, изменится способ заработка самих атомов, ежедневных и еженедельных заданий, к которым мы привыкли, не будет. Мы станем зарабатывать меньше атомов, это прямые слова разрабов. Останутся без изменений разовые испытания на атомы. Выживание, бой, мир, сообщество. Плюс, как было сказано выше, атомы будут падать нам в качестве награды за уровни сезона, поэтому никто нас не лишает способа заработка атомов. От следующей новости у кого-то сгорит пукан, но мне лично по барабану, поскольку это дело каждого человека. Уровни сезона можно покупать за атомы. 150 атомов, один уровень. Купить сразу же последние не получится, только в порядке очереди. Если хотите купить все, потребуется 15 тысяч атомов. Да, это байт на донат, но никто не заставляет вас этого делать. Просто играйте в игру, делайте все то же самое, что вы делаете каждый день. И получите все награды сезона. Тем более, что покупка уровней поможет в тех случаях, когда человек опоздал на начало сезона, либо нет времени фармить. Это абсолютно нормальная практика всех онлайн игр. Но одноклеточные ютуберы, конечно, начнут выпускать свои вшивые видосы на тему какой же фолл, задоначенное говно и бла-бла-бла-бла-бла. По словам самих разработчиков, прокачка начальных уровней сезона будет занимать где-то час на первых уровнях и два часа на последних. Довольно расплывчатая формулировка. Примерно из этого мы можем высчитать, что для достижения сотого уровня потребуется около 150 часов. Учитывая, что сезон длится 10 недель, то этого времени более чем достаточно, чтобы выполнить все испытания. А если даже эти подсчеты не верны, то никто не заставляет мучить себя и фармить эти награды. Все вышеописанное ожидает нас уже летом, я думаю, что в середине или в конце июля. А дальше больше, друзья. Осень. Вот тут лично для меня начинается самое интересное. Цитирую разработчиков. Мы серьезно скорректируем баланс системы боя и наград, чтобы она подстраивалась под каждого игрока вне зависимости от его уровня. Что это означает? Понятно пока что только Бесезде. Но то, что это прямой намек на баланс, это факт. Другой вопрос, как они это реализуют? В любом случае, хуже чем сейчас, быть уже не может. Я с нетерпением жду, когда мы сможем путешествовать по любому региону Апалачи с пользой для дела, а не только в Клюквеном болоте, как сейчас. Также осенью нас ждет начало новой сюжетной линии Братства Стали. Стальной рассвет. Ух, аж дух захватывает. Что они там напридумывали? Будет добавлен второй сезон испытаний. Новые ежедневки и события бомбардировка. Что все это значит, пока неизвестно. И наконец, зима. Братство Стали вернется в Апалачию в поисках новых технологий. В продолжении сюжетной линии Стальной рассвет. Нас ждут новые неигровые персонажи. Задания и спутники. Наконец-то зимой ведут возможность менять билды по нажатию одной клавиши. Убежище Кэмп. Как это будет реализовано, непонятно. Возможно, будем загружаться из меню в свой какой-то бункер. Либо загружаться в подвальное помещение в своем Кэмпе. Пишите ваше мнение по этому поводу в комментариях. И наконец, то, чего мы все так долго ждем. Появятся какие-то подземелья. Следуя логике, это однозначно будут рейды. И о боги, дайте им сил сделать все как надо. На этот счет у меня есть мысли. Вряд ли Бесезда будет рисовать что-то новое. У нее уже имеются полностью готовые рейды в различных убежищах. Скорее всего, эти убежища, как допустим 94-е, и будут реализованы как подземелья. В общем и целом, новости просто охренительные. Честно, не ожидал такой прыти от Беседки в этом году. Теперь самое главное им не обосраться и реализовать все задуманное. А мы тем временем превращаемся в Ждунов и ожидаем. На этом у меня все, друзья. Если видео понравилось, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, это очень важно. Жмите на колокол, чтобы не пропустить новое видео. Залетайте на стримы и удачи на пустошах, выжившие!